Мемориал «Живые камни памяти и славы» в деревне Салманово стал одной из точек маршрута мотопробега, посвященного 75-летию Великой Победы и 77-й годовщине Курской битвы. Его главными организаторами выступили Одинцовская торгово-промышленная палата и региональная ассоциация станции технического обслуживания РОСТО. Активную поддержку оказали члены байкерского клуба «Боливар». То, что вы сейчас делаете, это действительно большое дело для страны, поскольку вы показываете связь поколений. Поколения тех, которые смогли защитить нашу страну в 45-м, победили нацизм. И тех, кто сейчас восстанавливает страну после разгрома 90-х. Поэтому спасибо огромное за то, что вы нашли время и присоединились к этому огромному важному мероприятию. Всем удачи на дороге, безопасно доехать, особенно не гнать. Митинг панихида в возложении цветов. Затем мотоциклисты совершают торжественный проезд вдоль мемориала. Следующим местом посещения станет грандиозный парк «Патриот». Участники мотопробега возложили венки к монументу матерям-победителей. А в главном храме вооруженных сил состоялась панихида в память о защитниках Отечества. Каждый год 9 мая мы, выходя в бессмертный полк, либо на площадь парада, мы вспоминаем. А надо, чтобы мы, конечно, вспоминали и в такие простые дни. Недавно открывшийся интерактивный музейный комплекс «Дорога памяти» восхищает всех посетителей. Участники мотопробега смогли увидеть Великую Отечественную с первых дней до самого штурма Рейхстага. Абсолютно не ожидал, в шоке, понравилось очень сильно. Однозначно сюда ребенка отправлю и сами сюда еще не раз приедем, потому что грандиозно сделали. Дорога памяти – великолепное сооружение. Я считаю, что огромное спасибо этим людям, кто все это построил и придумал в такие сроки. И здесь вообще интересные собеседники. Поэтому я просто настоятельно рекомендую всем пройти. После осмотра достопримечательности парка всех ждали армейский обед и продолжение путешествия.